Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня православный праздник Благовещения. По народной примете, если на Благовещение идет дождь, то будет хороший урожай. Если к 7 апреля ласточки не прилетели, весна будет холодной и поздней. Прилетели ласточки или не прилетели, точно сказать вам не могу, но по утрам разносится пение птиц. Подробнее о погоде на сегодня расскажут синоптики. В Черкесске без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 1, плюс 1, а днем 15-17 градусов тепла. Сотрудники ГИБДД МВД Покрачаева Черкесии спасли жизнь водителю. Инспекторы Асхат Черкесов и Дмитрий Болтенко несли службу на федеральной автодороге Лермонтов-Черкеск. На 76-м километре сотрудники полиции в зеркале заднего вида служебной автомашины заметили, что едущая сзади лада приора мигает фарами. Остановившись, полицейские дождались, когда автомобиль подъедет. Из приоры, передвигаясь с трудом, вышел мужчина, который сообщил, что внезапно почувствовал себя плохо за рулем и потерял сознание. Как выяснилось позже, мужчина перенес инфаркт. Инспекторы на служебной автомашине доставили его в ближайшую больницу. Врачи сообщили, что пациенту удалось сохранить жизнь благодаря тому, что его вовремя доставили и оказали своевременную медицинскую помощь. Сын пациента выражает благодарность сотрудникам полиции за чуткость и желает им успехов в работе. 25 марта мы несли службу на федеральной автодороге Лермонтов-Черкеск и на 76 километре в зеркало заднего вида. Мы увидели, что сзади идущая машина, как впоследствии оказалось приора серебристого цвета, интенсивно начала моргать дальним светом. Приняв право и остановившись, мы с напарником вышли из машины и увидели, что водитель транспортного средства вышел из машины, схватился за дверь. Подбежав к нему, он нам сказал, что у него очень резко подскочило давление, руки онемели и очень плохое самочувствие. Посадив водителя в наше транспортное средство, я направился в сторону КЧРБ города Черкеска. Мой напарник сел в машину водителя и поехал следом. Приехав в больницу города Черкеска, водителя на каталке доставили в приемное отделение. И дальше мы продолжили несение службы по маршруту. Вечером сменившись от ответственного от управления, мы узнали, что данному водителю была сделана экстренная операция и жизни здоровья его ничего не угрожает. Такие случаи на автодороге не редкость и наша первоочередная задача прийти на помощь человеку вне зависимости от обстоятельств. 25 числа этого месяца около 11 часов наш приемный покой доставили пациента, жителя нашей республики в критическом состоянии. Диагноз предположительный инфаркт миокарда. Доставлен был сотрудниками ГАИ, ГИБДД. При осмотре больной признаки острой коронарной недостаточности, болевой синдром, нестабильная гемодинамика. Осмотрен сразу на приемном покое кардиологами, хирургами и принято решение ввиду тяжести состояния проведение экстренное оперативного лечения рентгеном доваскулярного. Быстро подготовили больного, провели рентгеном доваскулярное исследование, выявили наличие тромба в сосуде, удалили тромб, тем самым улучшили прогноз пациента. Состояние на сегодняшний день, состояние пациента с положительной динамикой, зона инфаркта уменьшена. Это связано с тем, что пациент был вовремя доставлен, вовремя оказана медицинская помощь, вовремя прооперирован. В результате этого мы избежали инвалидизации больного, сохранили жизнь пациенту. Сейчас он получает терапию, переносит ее удовлетворительно и в ближайшее время располагается выписка. Хочу выразить слова благодарности сотрудникам госавтоинспекции, которые, неся свою службу, оказали помощь моему отцу, доставили его в больницу, не остались равнодушными, где оказали ему первую помощь. Также желаю здоровья сотрудникам и также успехов в работе. В апреле отмечается Всемирный день информации об аутизме. В коррекционной школе Черкеска прошло выездное заседание Общественной палаты Республики, на котором обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажет Али Баташев. Эти кабинеты уделены социальной адаптации наших детей. В кабинете, в котором вы присутствовали, он у нас оформил как жилая комната. Директор коррекционной школы Черкеска Ирина Борисова с гордостью показывает кабинеты, оборудованные по программе модернизации образования. В этой комнате стол для сервировки, посуда и все необходимое, чтобы научить детей готовить, стирать, ухаживать за жильем и получить много полезных бытовой жизни навыков и умений. В общем, они очень любят этот блок, с удовольствием ходят на эти уроки и потом, наверное, им пригодится это все в жизни. Для этого это вообще наша основная цель. В этой школе обучаются 129 человек с ограниченными возможностями здоровья. Самый распространенный диагноз – аутизм. Задача выездного совещания Общественной Палаты Республики – на месте убедиться, в каких условиях проходит обучение. Представители муниципалитетов, различных органов власти, министерств, ведомств республики посмотрели, как проходят занятия с детьми, пообщались с педагогами и собрались для обсуждения проблем людей с ограниченными возможностями на круглом столе. Обмен мнениями по такой сложной проблеме, как обучение детей с ограниченными возможностями – это показатель здоровья общества. Я, пройдя по школе, честно говоря, так расстроилась и восхитилась в мужество, в самоотверженности ваших преподавателей. Участники круглого стола обсудили лучшие педагогические практики по работе с детьми с ограниченными возможностями, а также ряд проблем. В частности, кадровые вопросы – нехватка дефектологов и других специалистов для работы с особенными детьми, улучшение материально-технической базы коррекционных учреждений республики. Будут ли новые пристройки к данным коррекционным школам, будет ли построена новая школа. Всегда говорили о создании центра, непосредственно, который будет курировать данное направление, а также дальнейшее сопровождение детей. Мы понимаем, школа – это замечательно, даны ли профессиональные навыки. Я имею в виду бытовые, даже не выбор профессии, быть может быть, а бытовые навыки эти дети получили, а может быть, для некоторых и выбор профессии. Это тоже немаловажно в наше время. Что дальнейшее? Это дальнейшее сопровождение деток, когда они уже становятся взрослыми. В выездное заседание общественной палаты было приурочено ко Всемирному дню информации об аутизме, которые отмечают в начале апреля. К тому же 2022 год главой республики Рашидом Темрезовым был объявлен годом людей с ограниченными возможностями. Аутизм – это не приговор. Об этом говорят не только врачи, педагоги и специалисты, но и яркие детские работы, представленные на выставке в фойе коррекционной школы Черкеска. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Недавно проходило первенство СКФО и ЮФО по спортивной гимнастике. Американская спортшкола по гимнастике Кирилл Орешков завоевал сразу три медали. Как прошло первенство, на каких снарядах он выступил особо удачно, к какому старту он сейчас готовится и много ли у нас перспективных гимнастов. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит сам молодой гимнаст и его тренер Равиль Адеев. Доброе утро всем. Доброе утро, Равиль. Доброе утро, Кирилл. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И хочу сказать о том, что вы опять-таки пришли к нам со своими победами. Я знаю, что совсем недавно было первенство СКФО «ЮФО» по гимнастике, правильно, Равиль? Да. Где ваш воспитанник Кирилл завоевал сразу три медали. Это две серебряные, одну бронзовую. Но это не единственный его успех, я так понимаю. На каких снарядах отличился Кирилл? Ну, скажем так, прошло первенство СКФО «ЮФО» по спортивной гимнастике в городе Ростов. Кирилл выступал по программе мастеров спорта впервые. Но ребята там намного постарше были, которые его опередили. Но, как говорится, первое выступление мастером. И две серебряных медали. Это на кольцах и опорно-прыжки. И на брусьях бронзовая медаль. Расскажи, какие у тебя впечатления от этих соревнований? Ну, соревнования прошли, я считаю, успешно. Получилось отобраться на первенство России. А ведь ты уже был призером первенства России, да? Третье место у тебя было, насколько я знаю, да? То есть это не самые большие такие соревнования для тебя? Ну, они очень такие почетные. Что тебе наиболее сложно, какие упражнения давались в этот раз? Упражнения на коне махи чуть-чуть не получилось. И думаю, все. Ну, на твой взгляд, судьи были в этот раз объективны? Да. Ты познакомился с ребятами, с гимнастами из других регионов? Какие у тебя впечатления от них? Насколько их уровень отличается от твоего, от наших спортсменов? Познакомился, да. Хорошие ребята. Уровень подготовки ничем не отличается от нашего. Такие же ребята, как и мы. Равиль, Кирилл на каких снарядах лучше всего себя проявляет? Ну, у нас два ударных снаряда. Это вольные упражнения, акробатика. И опорный прыжок. Вот два ударных снаряда, мы стараемся на них, как говорится, ударно выступить. Но не всегда получается, когда получается, это хорошо. Какие у вас методы воспитания? Самое главное – сделать, ну как, не сделать, воспитать человека, мужчину. Самое главное. Характер. Характер, да. Характер. Ну, спорт, сами понимаете, тем более в гимнастике, это победа над собой. Победишь себя, победишь других. Это не с соперником. Соперник, в первую очередь, это ты сам. Да, да, да. Тут же нет соперника, ты сам, правильно. Как давно вы работаете вместе? Ну, наверное, лет в восемь уже. Вы тренер уже более 30 лет. Да. Все, что происходило в школе по гимнастике, все происходило на ваших глазах. Вы застали тот триумф, который получила ваша школа в тот момент, когда наш земляк, Дима Василенко, стал первым олимпийским чемпионом в нашей республике. Вы застали его тренера Кудинова, который, насколько мне помнится, уехал жить в Новую Зеландию, там тоже воспитывал тоже олимпийских чемпионов. Мне бы хотелось, чтобы вы немножечко рассказали о том, как тренеры сейчас живут. Ну, давайте скажем так. Александр Васильевич Кудинов, и это тоже мой тренер. Честно сказать, он вдохнул меня в жизнь. Я полюбил гимнастику после... Вот сколько я занимался у него. И когда я переходил к Дохову, я не очень рвался к Дохову переходить. Но после меня он воспитал олимпийского чемпиона Диму Василенко. По каким-то причинам пришлось ему уехать. Типа неблагоприятная обстановка в стране, то ли не особо нужен был, как я думаю. Но его сразу забыли, насколько я поняла. Да, необоснованно забыли. Потому что Александр Васильевич – это самый великий тренер в Карачаево-Черкесии. Он единственный, который воспитал олимпийского чемпиона, воспитанника нашей школы. Ну, вот буквально в прошлом году, 31 декабря, он ушел из жизни. Нигде упоминания о том, что ушел этот человек, ни о чем, нигде информации не было. Это очень обидно. Мы не ценим тех людей, которые именно что-то сделали, достойно сделали для нашей республики, для нашего города. Вообще, даже в Википедии там еле найти какое-то упоминание. Очень неприятно это. И обидно, конечно. Мы не ценим тех людей, которые что-то делают. К сожалению, это часто так и происходит. Но я хочу у вас спросить о том, вот в тот момент, когда Дима приехал с победой Атланта, в Атланте были эти Олимпийские игры, я помню, многие своих детей записывали на спортивную гимнастику. Насколько сейчас популярен этот вид спорта у нас в республике? Ну, давайте скажем так. Для развития ребенка гимнастика, да, ну на ранних стадиях, это очень полезно. Вот два вида спорта, гимнастика и плавание. Потом, ну, естественно, вы поймите правильно, когда уже профессионально человек занимается, он смотрит. Может он дальше пойти или не может. Естественно, многие уходят. Чтобы дойти до первого взрослого, ну, спортивного разряда, остаются единицы. Технически очень, ну, очень сложный вид спорта. Шесть снарядов. Скажите, а ребенок должен быть обязательно гуттаперчивым, гибким, чтобы прийти на гимнастику? У него должны быть какие-то природные качества? Ну, это приветствуется. Но самое главное – характер. Если человек хочет, он всего добьется. А как сейчас обстоят дела в школе с подрастающим поколением? Ну, вот один чемпион сидит. Есть ли еще чемпионы? Да, есть. У нас появился тренер Роман Кячев. Его ученик буквально тоже месяц назад выступал на первенстве федеральных округов Северо-Кавказского и Южного. В многоборе занял второе место по первому спортивному разряду. И выиграл два снаряда. Бросься перекладину. Куда вы поедете дальше? Куда вы готовитесь? Вы сказали, что очень скоро старт. Буквально через две недели начинается соревнование первенства Российской Федерации и чемпионат Российской Федерации. А где будет проходить? В городе Казань. Вы туда сейчас готовитесь целенаправленно? Да, целенаправленно готовимся туда. Поедут Кирилл. И кто еще? И Забанов Валера еще. Я желаю новых побед. Я верю в тебя, Кирилл. И пусть твоя копилка медалей пополнится. Спасибо. Спасибо. Будем стараться. Сегодня Всемирный день здоровья. Альбина Ламкова. Всемирный день здоровья проходит динамично и ярко. Утренняя зарядка началась в 9 утра. Ее провел профессионал, человек авторитетный в мире спорта, заслуженный мастер спорта России Ренат Саидов. Весело, настроение такое праздничное, спортивное. Побольше занимайтесь спортом, как сказал мой коллега Мурат Храчев. Кто еще не записался на какие-либо секции, кому какие интересы более по душе, чтобы посетили спортивные залы. У нас все условия есть для этого и в этой школе, и в других школах. 19-я гимназия открылась не так давно, но День здоровья здесь стал уже традиционным и любимым праздником. А в этом году – особенным и долгожданным событием в жизни школы. Учитывая пандемию и то, что происходило, дистанционное обучение, дети были немножечко исключены из социума. И вдруг такой грандиозный праздник День здоровья, когда есть возможность немножко заняться спортом, пообщаться в неформальной обстановке. У нас грандиозные, практически наполеоновские планы. Азарт, эмоции, спортивный дух – и так на каждой площадке. Укрепляется здоровье и воспитывается воля к победе. Педагоги подготовили для детей увлекательные соревнования. Огромное количество игровых видов спорта и эстафет. Это своего рода подготовка к различным турнирам, включая президентские. Занятия по душе выбрали девочки старших классов. Весь день школьники соревнуются в ловкости, скорости, ни капли усталости. Они выполняют разные задания, показывая сплоченную команду. Награда всем организаторам праздника – счастливые восторженные глаза детей. Этот день насыщен здоровьем. Очень много спортивных игр. Хотелось бы, чтобы каждый день был вот таким, как сегодняшний. И прям чувствуем, как с каждым соревнованием мы наполняемся силой и здоровьем. В этот день каждый из участников спортивного праздника смог поучаствовать и попробовать свои силы в различных соревнованиях. Они получили отличное настроение. Этот праздник, День здоровья, можно назвать поистине самым лучшим. Потому что именно в нем педагоги и школьники объединяются в одну дружную спортивную команду. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Не поджигай траву. Польза от поджога сухой травы – опасный миф. К тому же это нарушение закона. Огонь может перекинуться на деревья, дома, целые населенные пункты. В опасности не только лес, но и твоя жизнь. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони 8 800 100 ровно 94 00. Своих не бросаем.